Сотни юных акул пера России, страны СНГ и Китая собрал в Москве первый Всероссийский конгресс молодежных медиа. Два дня мастер-классов обсуждений насущных проблем, новые знакомства и впечатления. Главная цель встречи – определить тенденции развития молодежных медиа и перспективы создания единой сети студенческих СМИ в стране. Развитие, поддержка и консолидация студенческих медиа – задача не только вузов, но и государства, отметила на встрече министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее словам, уповать только на помощь властей не стоит. Без искреннего желания быть полезным для своей аудитории никакие новейшие технические средства и самые комфортные условия работы повысить уровень вузовских СМИ не смогут. Если вы действительно делаете и делаете то, и верите в то, что это принесет результат, и верите сами искренне, что это поможет, конечно, результат будет. Потому что молодежь – это камертон. Вот молодых нельзя обмануть. Для того, чтобы сегодня люди были медиаграмотными, для того, чтобы они могли ориентироваться во всем этом море интернета, и для того, чтобы они могли свою активность проявлять через вот такие новые медиа, то для этого и создается объединение под названием Международная ассоциация студенческого телевидения. Своим опытом с молодыми коллегами делятся известные журналисты, руководители крупных СМИ, общественные деятели. Я на самом деле на этих встречах очень много для себя черпаю энергии, понимаю, что этим нужно заниматься, чем занимаешься. И надеюсь, молодежи тоже полезно с нами пообщаться и послушать, какие-то советы, которые немножко могут отличаться от того, что им преподают в вузах. Потому что в вузах – это все-таки академические знания, очень нужные, полезные, а здесь практика. И надеюсь, это было полезно. Если вы не хотите образовываться, самообразовываться, просто поймите, что ваша ценность как специалистов будет равна нулю. И пойдете вы работать не куда-то, даже не на Эхо Москвы, даже не на районное телевидение. Пойдете вы, скажем, продавать телефоны, я не знаю, но что-то еще. Не нужен никому журналист без образования, не нужен никому человек, журналист без внятных знаний, без подготовки. Довольствоваться теми знаниями, которые даются в родном вузе, эти ребята точно не планируют. Многие не только штудируют дополнительную литературу, осваивают последние новинки гаджет-революции, но сами создают и продвигают собственные проекты. Так студент ДГТУ Александр Боровлев в перерывах между съемками форума успел презентовать мобильное приложение «Глагол», созданное совместно с одногруппниками и направленное на журналистов, начинающих и иностранцев. Проведение таких встреч организаторы обещают сделать регулярным. Уже известно, что в следующем году в рамках второго конгресса проведут конкурс и наградят сотрудников лучшего студенческого медиа-центра. Вручили повторно мясокомбинат «Виктория» из села Развильное Песченоковского района еще раз подтвердил, что выпускаемая здесь продукция достойна носить знак «Сделано на Дону». Добровольную сертификацию прошли полуфабрикаты. Их качество соответствует российским и международным стандартам. Спустя год предприятие подтверждает качество той продукции, которую производят и получает сертификат на три года вперед. То есть, о чем это говорит? Конечно же, это, безусловно, заслуга всего коллектива, это заслуга предприятия, как высокоответственного бизнеса сегодня. В предприятии есть амбициозные планы выхода на международный рынок. И мы тоже готовы здесь оказывать содействие, потому что мы готовы поручиться за тот продукт, который производится этим предприятием, потому что оно повторно уже подтвердило качество и безопасность той продукции, которую производят. Система добровольной сертификации, сделанной на Дону, также говорит о высоком потребительском спросе. Сейчас производимая здесь продукция представлена в крупных торговых сетях Южного федерального округа. Мощность производства – 9 тысяч тонн в живом весе в год. У нас создан большой кооператив от поля до прилавка. У нас на сегодняшний день уже выращиваются быки свои, точно так же свой забойный цех. Пошли дальше, сейчас вы находитесь в цеху полуфабрикатном. Наше предприятие вырабатывает ежесменно порядка 19 тонн продукции, из которой процентов 80 уходит в охлажденном состоянии на крупные сети. Много вырабатываем говядины для завода детского питания. Также производим рубленые полуфабрикаты, мелкопусковые полуфабрикаты. На этом предприятие, которое уже 12 лет на рынке останавливаться не собирается. В планах построить новый обвалочно-полуфабрикатный цех. А также представить свою продукцию в фирменных магазинах, сделанных на Дону, которые в будущем должны открыться в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова